Прощение Воскресения А церковный человек, он всегда чувствует, в чем особая сила и величие Великого Поста, как это тебя вдохновляет и потихонечку подводит к Светлому Христову Воскресению. Пасха Господня, Христово Воскресение — это невероятная радость, но чтобы приобщиться к ней, нужно правильно вступить на поприще Великого Поста, а правильно вступить к этому и учит Прощенное Воскресение. Хочешь, чтобы тебя простил Господь, прости сам всех своих ближних и сам искренне от сердца попроси у всех прощения. И вот в этот воскресный день, в Прощенное Воскресение, во всех храмах читается такое Евангелие, где следующие строки. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». По большому счету принцип нашего спасения, он очень и очень простой. Вот хочешь, чтобы тебя Господь простил, чтобы отпустились тебе грехи твои, а совесть-то наверняка говорит, что вот есть какие-то грехи, и душа болит об этом. Вот хочешь, чтобы тебе простилось, прости другому. Все, что он, вот что бы он ни совершил, вот прости, не держи на него обид. Отпусти это в своем сердце. Вот скажи от сердца Господи, вот я прощаю ему, и ради этого и ты, Господи, меня прости. И тогда действительно и тебе Господь отпустит твои грехи. Вот если представить, такое удивительное дело, что ведь каждый человек – это Божие творения и Божие чадо. И зачастую мы как бы этого не представляем, но вот если все-таки вот так вот подумать, вот Господь смотрит сверху на нас, на всех, и мы, как вот маленькие такие дети, в песочнице возимся и где-то начинаем припираться друг с другом, там отбирать друг у друга какие-то формочки, кто-то кого-то щипает, там, дергает кого-то за косичку, кого-то там кто-то ударит. И мы друг на друга обижаемся, как вот эти вот детишки, а Господь смотрит сверху, и на самом-то деле Он любит каждого. И поэтому, если мы-то друг друга прощаем, то и получается, что мы все вместе и можем спастись. Ну, вот кто-то из вас скажет, ну а как же там какие-то величайшие злодеи, которые совершают там невероятные страшные преступления, что же, и они Божие чадо. А вот вам такой простой и элементарный пример. Из книги Деяния самый первый христианский мученик – это святой Стефан Первомученик. Его побивают камнями, совершенно несправедливая такая вот казнь, издевательство. И что он произносит? Господи, не вмени им греха сего. А тут же рядом недалеко находится юноша Савл, который одобряет его убиение. И вот иудеи, побивая Стефана, они сложили свои одежды в одну кучу, чтобы легче было бросать камни. А Савл стерег эти одежды, ну, чтобы кто-то там не стащил его, так сказать, товарищей по этому злому делу. И получалось так, что Савл – он соучастник этого убиения. И вдруг он видит, что Стефан от самого сердца прощает, а говорит, Господи, не вмени им греха сего. Проходит какое-то время, и Савл сам становится не просто учеником Христовым, а величайшим из апостолов. И по его посланиям, сохранившимся, они вошли в Новый Завет, мы видим, насколько он переживал о своем прошлом, о том, что он был гонителем Церкви Христовой. Но чадо Церкви прощали его. И вот он сам становится искренне верующим, он сам претерпевает эти муки. И стало быть, вот это вот прощение, которое Стефан, первомученик, обращал ко всем своим гонителям, оно было не напрасным. Ну, кто-то скажет, что это вот дела давно минувших дней. А вот мне рассказывала одна сотрудница Следственного комитета Российской Федерации. И вот там у них, в этом, в общем-то, достаточно закрытом органе, расследовании разных преступлений, там, в этой структуре сохранялась память о таком весьма пожилом сотруднике КГБ, который когда-то был причастен к расстрелам верующих христиан. И вообще он был настолько вот ярый коммунист, что не признавал никакой религии, никакого бога. И совесть-то в нем не особенно-то вот и пробуждалась. Он именно был причастен к гонениям и к смертным казням верующих людей. И вот когда приблизились уже его дни, так сказать, к кончине, ну, он прожил достаточно много, уже за 80 лет ему было. И вот он болеет, впадает в какое-то забытие. И когда приходит в себя, то неожиданно, вопреки ожиданиям всех его родных, близких, он просит пригласить к нему священника. Он просит исповеди и хочет стать православным христианином. Ему говорят, ну, как же так? Ведь ты же коммунист, ты всегда отрицал Бога. И тут вдруг он говорит, что вот во время этой предсмертной болезни он увидел, как на небесах молятся о нем те, кого он когда-то предавал вот смерти на казнь. Он увидел, что люди, которых он преследовал, во-первых, они в раю, и они несказанно рады, счастливы. Он на протяжении своей жизни земной никогда не имел счастья. Да, он был там вот идейный коммунист, он думал, что ради блага Отечества он истребляет там каких-то вот паразитов, вот все ненужные элементы. Но покоя в душе он не имел и прожил жизнь вот в этой бесполезной суете. А эти люди, во-первых, они бессмертны и вечны, и они счастливы, а он счастья не имеет. То есть у них подлинное счастье, вот этих гонимых и убитых им людей. А во-вторых, что для него стало еще большим открытием, оказывается, они вот не просто его простили, а они молятся о его спасении, чтобы и он тоже вот вместе с ними оказался на небесах и был причастен вот этой удивительной радости, этому неизреченному счастью, которое дается от Бога людям на небесах. И вот эта вот жертвенная любовь и прощение новомучеников Христовых, вот этих исповедников XX века, оно и стало для него преображающей силой. Он настолько был поражен, что пригласил священника. Он исповедовался, он причастился к святых тайн Христовых и с мирной совестью уже перешел в вечную жизнь. Вот так вот, прощение — это и есть подлинная преображающая сила. И мы видим, что и Господь готов нас простить. Вот Господь свою земную проповедь начал с каких слов? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Вот то царство, где всем, в общем-то, прощаются грехи. Вот ты бы лишь бы сам раскаивался в этих грехах. А уже заканчивает Господь свою земную проповедь, тоже, когда на кресте спаситель на страданиях, то он произносит «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». То есть начинает он с благовестия покаяния, а заканчивает с искренней молитвой к Богу Отцу о прощении, о прощении гонителей. Потому что на самом-то деле гибнут не мученики, а мучители. Страдают не те, кто понес какие-то невинные обиды, притеснения, а страдают несправедливые люди. Страдают злобные. Страдают те, кто пытается ущемлять и кусать других. И вот этих-то людей и жалко. Жалко тех, кто живет ненавистью. Жалко тех, кто поступает несправедливо по отношению к рядом находящимся людям. У таких гонителей и мучителей внутри огонь, мучение. И когда мы их прощаем и молимся о них, то вот тут и царствует Божия любовь, и она дает возможность и им исправиться, и им приобщиться, одуматься и спастись. Наверное, это вот бывает так вот трудно как-то поначалу понять, но в какой-то момент сердце бывает, вот прозревает эту истину, что, прощая других, мы сами обретаем удивительную свободу. Потому что когда мы не прощаем и живем какими-то обидами, то это то же самое, как вот какой-то вот узелок затягивать на собственной шее, и вот каждая обида, она нас удушает. Это узелок, который стягивает нашу шею и не дает нам вздохнуть полной грудью. А когда мы вдруг начинаем смотреть совершенно по-новому и начинаем, во-первых, жалеть наших обидчиков и гонителей. А жалеть за что? Ну потому что то, чем они живут, это мучение для них. И они делают шаг к вечным мукам, и не хочется, чтобы они бы погибли. Ведь Господь-то их тоже создал для жизни. И хотелось бы, чтобы и они спаслись. Вот когда мы их так вот прощаем и молимся о них, то мы у себя развязываем вот эти узелочки, узелочки обид, узелочки какой-то мнимой мести, и нам самим становится свободнее и легче. Поэтому, прощая других, мы обретаем подлинную свободу души. И когда ты от сердца любишь своих ближних, то вот это и есть настоящее счастье, что никакая обидность уже не может причинить тебе вреда. Вот у преподобного Марка Подвижника, у него были такие слова, «Кто сам за себя мстит, тот как бы обвиняет Бога в недостатке правосудия». То есть, что как будто Господь, он несправедливо попустил тебе вот эти вот неприятности жизненные. А ты пытаешься отомстить другим людям и тем самым показываешь, как будто промысл Божий, он несправедлив. А ведь на самом деле Господь нас специально ставит в какие-то жизненные ситуации, когда нас вот кто-то обвиняет несправедливо, когда где-то нас увольняют, может быть, лишают заслуженных нами денежных средств. Но эти ситуации, они нужны нам. Они нужны для нашего смирения, для того, чтобы мы где-то вот уворочевали свои греховные раны, где-то вот чтобы гордынька наша, она вот сбить ее. И когда мы смиряемся, тогда и становимся ближе ко Господу. И душа становится более, опять-таки, свободной, радостной, а не так, как Адам. Вот, кстати, Прощенное Воскресение, вот в чем-то и была как раз самая первая ошибка человечества. Прощенное Воскресение еще называется воспоминанием Адамова изгнания. Вот интересная такая параллель. А почему так? Потому что ошибка Адама заключалась в том, что он не захотел попросить прощения. И когда к нему Господь, вот Небесный Отец, обращается и спрашивает, вот почему же ты так поступил, то Адам отвечает, да это вот не я, а жена, которую ты мне дал. То есть я как бы тут ни при чем. Вот просто вот жена, а жену ты мне дал. И она принесла мне этих запретных плодов. Господь обращается к Еве. Что же ты сделала? Она говорит, да это не я, а это вот змей. Он искусил меня. То есть я тут тоже вот как бы не совсем при чем. И все сводится к тому, что вроде как бы во всем виноват змей, а нам в чем каяться, в чем нам просить прощения. А вот если бы они сказали, вот Господи, мы согрешили, прости нас грешных, то история человечества была бы совершенно иной. И поэтому вот именно в этот день мы вспоминаем, что главная наша ошибка в том, что мы не каемся в своих грехах, что мы не спрашиваем прощения, а начинаем наоборот обвинять кого-то. Что вот в этом виноват там начальник, руководитель, что в этом виноваты там соседи, вообще президент не такой. Да все вокруг не так, не такая жена, да, или там дети не слушаются. А мы сами как бы вообще тут ни при чем, и сами мы невероятные праведники, а вот те, кто рядом с нами, мешают нам спасаться. На самом деле-то вот Господь как раз и попускает вот эти жизненные несправедливости, чтобы мы вот, ну, как бы немножко смирили свою гордыньку. И вместо того, чтобы подобно Адаму вот как бы прятать голову в песок, да, вот как некоторые африканские птицы с длинными шеями прячут головы в песок. Вот так вот, чтобы мы-то вот не поступали. А в этот день, то есть в день прощенного воскресения, вот просто вот встать вот пред Господом в храме, вот как мы есть, и открытым взором, и открытым сердцем признать, вот Господи, мы грешны. Прости нас, пожалуйста, и мы сами прощаем нашим ближним, в чем бы они не согрешили против нас. Вот, и такое это покаяние и станет первым прекрасным шагом на поприще Великого Поста. Этот шаг потихонечку и приведет нас к светлому Христовому воскресенью, в котором грехи прощаются каждому кающемуся. Ну, дорогие братья и сестры, конечно, можно много рассуждать вот на эту тему, на тему прощения, но мы не будем много рассуждать. Мы просто давайте вот друг у друга искренне попросим прощения, и я тоже от сердца прошу вас простить меня, если кого-то чем-то когда-то обидел. И дай, Господь, всем нам вот это спасительное такое умение, своего рода такой духовный талант и дар прощать наших ближних, потому что это удивительная радость и удивительная свобода. И даруй всем нам, Господь, благодать Святого Духа, которая милует, прощает, согревает, питает окружающих ближних, и вот чтобы так же вот с открытым искренним сердцем, как вот в этот день мы стоим и прощаем друг друга в храме, так же и каждый день мы общались и прощали друг друга. Аминь. Спрощенного воскресенья вас, дорогие братья и сестры!